С вами новости спорта. Я Марина Азябина. Здравствуйте. Баскетболисты Ижевского клуба «Купол Родники» провели один из последних домашних матчей регулярного чемпионата Российской Суперлигии 1. На своем паркете они принимали Урал из Екатеринбурга. Удалось ли ижевчанам прервать череду поражений узнаем прямо сейчас. Ценность этого матча была у каждой команды своя. Для наших уральских гостей победа в нем гарантировала выход в плей-офф и давала возможность подняться выше восьмерки сильнейших. Для ижевчан, которые уже потеряли все шансы побороться за главный трофей Суперлиги 1, задача прервать серию поражений и подготовить почву для турнира плей-аут. Начался матч по уже привычному для купольцев сценарию. Они пропустили рывок гостей и были вынуждены с самого начала догонять соперника. К концу первой четверти им это удалось. Во второй десяти минутке уже ижевчане повели в счете, но грифоны тоже быстро сориентировались и подавили рывок хозяев. С перепадами игра была сегодня и как с нашей стороны, так и с Ижевской. Мы в какой-то момент провалились, но вернулись в игру, достали, команда сражалась. В третьем периоде купольцы вновь ушли в хороший отрыв. Разница была плюс 14 очков, но уральцы опять-таки сумели вернуться в игру. Очень жарко было в последние 10 минут матча. Урал попробовал снова убежать, но тут на баскетбольную сцену вышел солировать Антон Бревнов. Его результативные трех- и двухочковые просто обескуражили соперника. Мы справились в концовке с Бревновым. Игрок взял на себя ответственность за эти атаки и за битвы. В принципе, это подрешило исход. Итог встречи победа 93-83. Несмотря на это поражение, Урал, благодаря осечке основных конкурентов, все же обеспечил себе место в плей-офф. А у нас впереди последняя игра регулярного чемпионата. 17 марта дома против команды Университет Югра. И блок новостей из других спортивных арен. В Италии стартовал финальный этап Кубка Европы по биатлону. В первой гонке спринтерской победу праздновал норвежец Йохан Эсдале. Лучший из россиян Сергей Коростылев финишировал 11-м. Уроженец Удмуртий Ильнас Мухамедзянов был 48-м. Впереди спринт и мега масс-старт. А на всероссийском турнире по лыжным гонкам в Тюмени спортсмен сборной Удмуртии Алексей Локтионов взвоевал бронзовую медаль в коньковой гонке на 15 километров. Его земляк Яков Русских занял 8-е место. Попала в топ-десятку на 10-километровой дистанции свободным стилем наша Диана Алексеева. В субботу в программе классический спринт «Воскресенье эстафеты». И о горнолыжном спорте в Башкирии на чемпионате страны среди лиц с нарушением слуха отличилась спортсменка из Удмуртия Анна Лосева. В первый соревновательный день она выиграла в дисциплине «Слалом» бронзовую медаль. Победительницей стала Елена Яковшина из сборной Камчатского края. Поздравляем с наградой Анну и ее тренера Сергея Бородина. Продолжаем выпуск. Усильно готовится к предстоящему крупному старту наш армрестлер Данил Ложкин. В конце мая молодой игренский атлет поедет в Грицию на первое в своей жизни первенство Европы. История молодого рукоборца, который стремительно ворвался в элиту российского армспорта в нашем репортаже. 18-летний Данил Ложкин занимается армрестлингом вот уже около двух лет. До этого регулярно посещал тренажерный зал, где усиленно качал бицепсы. А еще увлекался он воркаутом. Теперь Данил больше времени проводит за столом. Это самое главное для себя заниматься, чтобы было любимое делом в жизни. Но это помогает быть довольно самоуверенным в себе. В феврале этого года воспитанник игринской школы армрестлинга выиграл в Подмосковье на перенстве страны бронзу в борьбе на левой руке в весе 55 килограммов. И завоевал путевку на европейский форум. Я был очень счастлив. Не верилось, что смог выиграть. Конкуренция там очень сильная. Готовятся все. Все очень техничные были. Технику посмотреть, как они борются, а также попробовать для себя. С Ложкиным, ныне студентом УДГУ, наставники сборной Удмуртии связывают большие надежды. В том числе и в Греции на перенстве Европы. Учитывая, что первенство в России – это очень серьезный старт, и наши спортсмены – они лучшие в мире. И как у нас принято, если спортсмен попадает в тройку на России, то, безусловно, что, скорее всего, медаль будет на Европе и на мире. Только, говорит наставник, еще есть над чем с Данилом работать. И время для исправления ошибок есть. Все-таки, да, и со стороны смотрел, и ребята ездили, говорили, кто я тут не ездил. То есть не хватает минут старта. Все-таки надо работать над взрывной силой, над стартом. Акцент на этом, и, в принципе, все, можно бороться нормально. А пока Данила спарингует на тренировках с лидерами республиканской сборной. И традиционный анонс выходных дней. Они будут насыщенными. В субботу в 9 в зимнем манеже вступят в борьбу за награды участники республиканского турнира по палеотлону. В 11 в спортзале «Металист» соберутся борцы-вольники. У них пройдет первенство Удмуртии. В воскресенье в школе 53 дартсмены определяют сильнейших на городском турнире. А в 4 вечера в зале Ижевской медакадемии команда «Купол Родники» сыграет в рамках национальной суперлиги с командой «Университет Югра». Я с вами на этом прощаюсь. До встречи.